Забил битой. Таким образом, по мнению следователей, житель Нижнекамска расправился со своим знакомым и отправил в реанимацию другого. Ссора между молодыми людьми вспыхнула во время употребления алкогольных напитков и переросла в физическую расправу. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам. Подробности расскажет Нафиса Минязова. Трагедия случилась днём, но соседи как один ничего не видели и не слышали. В квартире жили девушка с парнем. Ему только исполнилось 30 лет. Соседи о паре практически ничего не знают. Говорят, переехали год назад. Иногда шумели и выпивали. А что я могу сказать? Не работали толком. Со мной это не скандалили. Ну вот от которого, который умер, вот он постоянно к нему ходил. Тогда девушки дома не было. Как установило следствие, молодой человек пригласил в гости товарищей. Выпили, повздорили. По предварительным данным, в пылу спора один из гостей схватил бейсбольную биту и сильно избил хозяина и его друга. Первый скончался, второй находится в реанимации. Мы храним, друзья храним. Добрый человек, что никогда никому плохого не делал. А бывало, что друзей незнакомых приводил? Или это первый раз такое, что привёл просто кого-то знакомого? Первый раз, первый раз. Никогда до этого не было? По данным следствия, после избиения подозреваемый ушёл домой. Там его и задержали сотрудники полиции. Бейсбольную биту нашли в туалете. Сейчас выясняются все обстоятельства и мотивы случившегося. Нафиса Минязова, Эльвира Сафиулина, Фахри Исламов, Вызов 112.